РАШКИН РЕПОРТ 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 РАШКИН 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 РЕПОРТ что сделали. К тебе будет ходить бесплатный адвокат, который будет работать вместе со следователем в одной связке. А если у тебя все-таки есть деньги на адвоката, то он будет стоять огромные очереди, занимая эти очереди с вечера, не спать ночь, чтобы попытаться к тебе прийти, потому что у нас есть очень странная система, что следствие должно разрешить адвокату тебя посетить в тюрьме. Допуск адвоката не безусловный сейчас в тюрьмах в России с них. Это не прописано в законе. Это что называется обычай. Обычай такой, который сформировался на глазах за последний год. И так далее, и так далее, и так далее. Потом тебя будут возить на суд, поднимать в пять утра, держать в холодном стакане, то есть в таком помещении, похожем на гроб, то есть буквально, где тебе возможно сесть на очень узкую скамеечку, без возможности сходить в туалет, выпить воды, и так далее. Тебя будут возить пять-шесть часов по городу, стоя в пробках, привезут в суд, будешь долго сидеть в темной комнате, это будет называться, ты готовишься к заседанию суда, потом будет суд, и он будет длиться с утра до ночи, и завтра опять то же самое. Тебя привезут в тюрьму, когда будет выключено электричество, ты не сможешь разогреть себе горячую еду, ты не сможешь помыться, ты можешь легко лечь, с тем, что в пять утра тебя снова подняли, без души, без горячего, и снова суд. И так ты подготовился к суду. Прекрасно. Твоя жена, если она все еще интересуется тобой, видит тебя в этом виде, грязного, немытого, осунувшегося, в общем, довольно вонючего. И человека, который с большим трудом может понять смысл происходящего, потому что он не смог подготовиться к суду, тебе дают какой-то максимальный срок, она ухает, и ты опять возвращаешься назад. Потом у тебя этап, Столыпинский вагон, тебя зачем-то из Воронежа увозят в Пермь, а из Перми зачем-то на Благовещенск. И возят по всей стране Столыпины, встречают тебя конвой, который профилактически избивает тебя, отбивая легкие, на них они сворачиваются, встречают собаки, и ты уходишь на две недели на карантин. В карантине новеньких избивают, что называется, прописывают и объясняют правила поведения. Тебя поднимают в барак, там живет 120-150 человек, и вот с этими людьми ты проведешь свои ближайшие годы, тебя будет ждать работа, скорее всего, в три, в смены, семь дней в неделю, практически без оплаты, а все, что тебе будет начисляться, будет уходить на оплату твоей формы, то есть робы, и на оплату еды. Так что тебе, конечно, будет интереснее не работать, но это будет нельзя, тебя будут бить. Если ты будешь писать жалобы, тебя могут опустить. Опустить, это означает приравнять к структурному меньшинству в тюрьме, а при этом вряд ли тебя будут насиловать, кому ты интересен, боже мой. Тебя даже, может быть, не будут проводить членом по губам, тебя просто окунут разок головой в унитаз, это будет значить, что ты опущенный, значит, будешь жить изгоем, из твоих рук нельзя ничего брать, с тобой нельзя разговаривать, ты самая низшая каста в тюрьме. Так, может быть, ты доживешь до-до, будешь как дурак писать опрошения, никто их не будет удовлетворять. Ты просидишь другую половину срока и выйдешь больной, потеряв зубы, зрение, надежду. Скорее всего, тебя ждет еще большой иск, который ты, конечно, сможешь выплатить. И один банк не откроет тебе счет и кредитную карту. Твоя жена вышла замуж, твои дети себя не узнают. Добро пожаловать в приют для бывших осужденных. Это социальное учреждение в каком-то крупном городе, который держит бывшие менты со всеми текающими последствиями. И ты будешь, наверное, либо желать скорой смерти, либо возьмешь молоток, дожек, бритву, пойдешь на улицу снимать с прохожих шапку и отнимать у них еду. Примерно так. Смотрите, ты сядешь второй раз, и второй раз ты будешь в тремне вести себя совершенно по-другому. Ты будешь сразу уже тяготить к криминалитету. Понимаешь, только так ты сможешь выжить. Ольга, это невероятная история. Большое спасибо. У меня, как бы, я записывал вопросы и разные пункты, потому что, например, я заметил слово «опустить» в русской прессе и тут, и там, и никак не мог найти по интернету, что же это на самом деле означает. Это изгорь. Опустить, да, то есть довести тебя до состояния самой низшей общественной касты, которую ты создаешь для человека и опускаешь его туда. Это самое дно, откуда нет назад дороги, опущенной. Ольга, один способ продолжения этой истории, которую вы не описали, мне кажется, это способ, когда человек, это путь, когда человек выходит из этого, до конца этого пути, когда человека, мужчину, женщину, допустим, оправдывают в суде или выпускают, потому что нет преступления. Такие же случаи тоже бывают, но вы, видимо, на это абсолютно не рассчитываете. Это единичный случай, когда человек вытаскивает на тренером билет один на миллиард, но если учесть, что в России оправданных переговоров 0,2%, обычно судьи от чего это зависит? В суде вам скажут, что такое небольшое количество оправданных переговоров, потому что это меньше, чем при Сталине, причем в разы меньше, чем при Сталине. Вам скажут, что это от того, что так хорошо работает следствие. Но, конечно, это не так, потому что в следствии идут работать корыстные, неумные люди. Это то, что называется обвинительный уклон. У нас ведь как? У нас следователи, вообще полиция получает заплату и премии за палки. Палки это процент раскрытых преступлений. Так вот, если ты получил зарплату и премию в этот раз за 10 раскрытых преступлений, в следующем месяце за 11. А в следующем 12. Если ты снова раскрыл 9, то ты стал плохо работать. То есть, это выполняет норму. Да. Нет, повышенную норму. Всегда выполнять больше, чем ты выполнил в прошлый раз. Всегда. Отсюда, конечно, преступления выдуманные, потому что невозможно раскрывать все время больше и больше и больше при падающей преступности. Поэтому приходится все время выдумывать. Скажите мне тогда, вот вы говорите, что падающая преступность, а другого пути у человека, который вышел из тюрьмы, вы тоже не описали. То есть, каким образом люди выходят? То есть, мало кто выходит? И поэтому, даже несмотря на то, как мало их выходит, и они преступники, все равно преступность падает? Вы знаете, падает насильственная преступность и падает экономическая преступность. Значит, падает по одной простой причине. Очень многие дела, особенно предпринимательские, собственно, почему их меньше? Не потому, что меньше людей сажают по этим, арестовывают по этим преступлениям, а потому, что их меньше доходит до суда. Люди способны откупиться, откупаются. Вот в чем дело. Можно еще откупиться. Да, поэтому тюремное население не растет. Ну, плюс ко всему, есть административный ресурс, как, например, в случае с госпожой Васильевой, например, Любовница Сердюкова, и, думаю, всем известный случай, таких случаев очень много. То есть, у нас получилась сейчас такая отдельная отрасль уголовной сферы преступления госчиновников. Они могут быть самые разные, но в связи с войной башен посаженных высокопоставленных следователей, прокуроров, губернаторов, политиков, министров довольно много. То есть, вы описываете как бы три разные касты тогда. Есть касты чиновников, которые могут все и могут откупиться. Есть так называемый средний класс, который просто под Богом ходит, и если им не повезло, они попадают в тюрьму. И третий это изгои. Нет, вы знаете, я бы все-таки расширила бы количество каст хотя бы до пяти. Есть экономические преступления, это предпринимательство, и я бы сказала, что то, что происходит с предпринимательством, а у нас каждый четвертый предприниматель в России попадал под уголовное преследование. И это очень похоже на раскулачивание. Мы просто идем один в один по пути раскулачивания, по этому процессу. Второе, очень крупное такое большое направление, это все-таки я бы сказала общее уголовное статье. Разбойники, грабители, убийцы, кражи, это вот обычный уголовный мир. Все-таки их, этих людей, довольно много. И если ты хочешь выжить в тюрьме, держись ближе к ним. Вот такой порядок, такой порядок в российских тюрьмах. Третья большая когорта это наркотики. При этом это, скорее всего, будет нереальные наркотики. Поскольку в России эпидемия СПИДа, ну, очевидная, в нескольких городах, например, в Альтинбурге, это уже объявлено официально, эпидемия СПИД, ВИЧ инфицированная, для того, чтобы набирать вес, потому что люди, которые ВИЧ инфицированы достаточно долго, они лишаются аппетита, они не могут есть. И многие употребляют легкие наркотики для того, чтобы, знаете, как говорят, пробил лохавчик, чтобы набирать мышечную массу, чтобы заставлять себя есть. И вот то, что легализовано в Калифорнии, например, совсем недавно, речь идет именно об этом. То, что гораздо менее вредно, чем русская водка. И за это людей сажают на 9-10 лет. То есть специально берут ВИЧ инфицированных и сажают. Опять же, это очень легко доказывать это преступление. Вместе того, чтобы лечить людей и возвращать назад в общество людей, сажают на долгий срок, обрекая в общем на смерть. Еще одна большая группа это преступления против половой неприкосновенности. Об этом можно говорить бесконечно, потому что опять же, за 10 лет у нас почти исчезло изнасилование. То есть оно не исчезло фактически, оно исчезло по всей статистике и по бумагам. Потому что женщина отказывается после насилия идти в милицию, понимая, что это бесполезно писать заявление. Полицейский, если вдруг сталкивается с женщиной, которая все-таки принесла заявление на изнасилование, отговаривает ее известными ему способами, а именно просто полтоярно расспрашивает, что случилось и объясняет, почему поиск преступника невозможен. Зато резко, в десятки раз увеличилась педофилия. педофилия стала очень удобным способом, политическим способом убирания нежелательных чиновников. Самое первое дело по педофилии, такое громкое, прозвучавшее, убирали мешавшего чиновника госстроя. Алло? Алло, да-да-да, я просто не переверну. Да-да-да, извините. И, к сожалению, полиция очень часто учит так плохих жен расставаться со своими мужьями, когда развод нежелателен, потому что, например, есть проблема дележа имущества. Взять его и посадить. Да, написать заявление, что когда нашим детям был один год и два года, папа показывал детям писью. Этого достаточно, для того, чтобы человек получил 14 лет. И у нас сейчас под большим риском детские доктора, детские тренеры и педагоги. И мы видим все время, что тюрьмы переполняются именными. Особенно доктора, причем, вы знаете, офтальмологи. Потому что, прежде чем ты посмотришь на глазное дно у ребенка, ты должен его подходить на стульчик, а дети все разного возраста, разного размера. То есть, ты должен как-то его отрихтовать по попке, а потом близко-близко наклониться. Это какой-то бред, потому что... Да, это бред. Особенно учитывая, что это не останавливает Россию от поддержки государства, в котором правит автомолог. Да. Но это такая космическая ирония. Хорошо. Ольга, я пытаюсь как бы это все разложить по полочкам, потому что абсолютно такое, в общем-то, я не читал. Может быть, я не смотрю в тех источниках, где это надо. Но то, что вы описываете, имеет, так сказать, как-то соединяет все точки, про которые я слышал. И таким очень печальным образом. Как ситуация изменилась за последние 8 лет, что Русь сидящая появилась? Ну, вы знаете, появилось гораздо больше судебных ошибок и невиданных людей, которых сажают в тюрьму. Но это получился еще большой класс политических людей. Вот дело 6 мая, это уже полностью наше дело, и парни, которых обедили, посадили, они уже отсидели свой срок, и они в основном у нас работают. И, ну, это уже такое дело, которое стало нашим. И до этого, и после этого мы встречаем все время политические дела, и дела, которые я бы назвала бы политическим, потому что сознательное упекание за решетку, как вот сейчас это происходит в Сибири в наших глазах, матери-одиночки, молодой женщины с трехлетним сыном в городе Катайске Курганской области за репост на 6 месяцев реального срока, да так, что вмешивалась опека, отбирала ребенка, конечно, это политическая вещь. Это нежелание вообще думать о гражданах. И, кстати говоря, знаете, знаете еще какая штука? Если мы видели болотный процесс, так первое большое политическое дело, когда именно путем уголовного преследования гражданам давали понять, не участвуй в политической жизни, иначе мы тебя посадим. Сейчас мы наблюдаем то же самое в гражданской жизни. Социальными сетьми, да. Дело торфянки, дело защитников парков, социальные сети, граждан сажают пачками за гражданскую активность. Тебе говорят, не участвуй в гражданской жизни, мы тебя посадим. Знаете, я вам скажу, мне кажется, что это не участвуй в гражданской жизни, а именно самоорганизуйся каким-либо образом. Да, не делай этого, не выходи из комнаты, не совершай ошибку, сиди дома, смотри телевизор, быдло, не выходи на улицу ни под каким соусом, не думай, не участвуй, не говори, не высказывайся. Вот так. Знаете, у меня как бы возник такой вопрос слегка на другой теме, потому что как людям выжить в той тюрьме, которую вы описали. И у меня, так сказать, естественно, есть там разные пути, но вот у меня возник вопрос, а почему, например, такой способ, как религия буддизм, не более популярна в русских тюрьмах, когда ты как бы признаешь, что будет страдание. И я это связываю еще с тем, что как бы недержание, потому что люди держатся, естественно, за свою жизнь еще долго. Вот именно это Солженица написывает, когда надо понять, что когда тебя арестовывают, жизнь кончается, начинается другая жизнь, твоя старая жизнь закончилась. Почему человеческие мозги так отказываются начать думать об этом по-другому? Как бы переоценивать, переосмысливать ситуацию? Не знаю. Вы знаете, просто Россия до такой степени страна тюремной культуры, что сама этого не замечает. Любой учитель русского языка и литературы в любом возрасте, в любом регионе напоет вам хотя бы парочку блатных песен. не говоря уже о более широком ассортименте, все могут продолжить фразу «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла», что там было дальше. Любой вам скажет «Владимирский централ» и «Ветер какой?» скажет «Кто угодно». Если президент говорит на блатнике и всем это понятно, близко и родно. Это страна, где... Ну вот посмотри, сейчас сидит 650 тысяч человек. Примерно столько же людей ежегодно входят и выходят из тюрьмы. То есть действительно каждая четвертая семья российская так или иначе связана с тюрьмой. Либо она сторожит, либо она там была, либо близкие родственники, близкие друзья как-то с этим связаны. Вся русская культура, вся. Ну, не знаю, кроме Тургенева, который просто жил в Баден-Бадене и Париже, каждый побывал в тюрьме или в ссылке. Все. Возьмите Лермонтов, Толстой, Достоевский, Чернышевский. Все. Все до одного. Кроме Чехова, которого не сажали, не сажали, так он понял, свою ошибку уехал на Сахалин писать катаржные рассказы. Лермонтовский, Даниэль Синявский, Шаламов. Все были в тюрьме. Или так или иначе связано с репрессией и преследованием. Вся русская культура, вся русская жизнь это тюрьма. Поэтому и тюрьма воспринимается в России именно как такая-то часть жизни. Такая неотъемлемая часть жизни. Но почему люди так, может быть, как-то именно поэтому так и воспринимаются, поэтому так и выживают? Да, 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 так воспринимается, что, опять же, только в русском языке есть от тюрьмы и отцам и не зарекайся. Только в русском языке все понимают фразу, что отсутствие отсутствие у вас уголовной статьи это не ваше достижение, а наша недоработка. Только в России это понятно, что действительно ты на свободе не потому, что ты такой хороший, а потому, что просто до тебя еще руки не дошли. Дойдут, дойдут, голубчик, дойдут. Дойдут. Конечно. Все живут с этим. Тогда давайте как бы закончим на такой четкой информации. Что нужно знать на самом деле, с вашей точки зрения, что не знает русский человек, что ему надо знать? Что не знает русский человек, что ему нужно знать, прежде всего... Борис, всегда русский человек воспринимает тюрьму как то, что всегда будет с тобой, как бы ты ни рыпался. Рыпайся. Рыпайся, Борис. Вот эта вот любимая фраза русских адвокатов «Не зли судью». «Не зли судью, зли судью». Существует будет один. Борис, во-первых, сохрани свое человеческое достоинство. Черт возьми, это просто, хотя бы просто приятно. Твоей жене будет приятно тебя смотреть, твоим детям будет приятно тебя смотреть. «Борис, не стучи, никого не оболги и попробуй прыгнуть из угла. Может быть, твой преследователь сильно удивится и разойдет руками. Так ты уйдешь. Борис, и не бойся ничего. Хуже тюрьмы, наверное, уже ничего не будет, с одной стороны. С другой стороны, есть много вещей похожей тюрьмы, может быть, тюрьма отводит от тебя более неприятные проблемы, как болезнь, неизлечимая болезнь, без лекарств, без больниц, где нет возможности сохранить человеческое достоинство. Может быть, тюрьма – это не самое страшное, что есть в России. Ольга Романова, глава движения «Русь сидящая». Большое вам спасибо за ваше время, за вашу работу. Я надеюсь, мы сможем продолжить этот разговор в будущем. Спасибо. Рашкин Форева, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова You're listening to Raskin Report.